В прошлом году город в округе Норфолк, штат Массачусетс, США, пострадал от сильного шторма. Семья животных спряталась в дереве, чтобы укрыться от него. Однако они не предполагали, что их убежище разломится напополам из-за сильного ветра. После того, как погода улучшилась, сотрудники города вышли на улицы, чтобы их очистить. Тогда они столкнулись с трупом этого дерева на земле. Из-за его размера им пришлось рубить его, чтобы удалить его оттуда, и они взяли бензопилу. Когда работники были готовы его резать, один из них услышал странные звуки, исходящие изнутри. Сотрудники быстро собрали ствол и отвезли его в приют дикой природы Новой Англии. Там команда сделала рентгеновский снимок ствола и обнаружила там детенышей. Четыре детеныша совы. Команда быстро начала работать, чтобы вытащить их оттуда, а затем поместила их в безопасность под наблюдением ветеринарной клиники. Птицы провели несколько дней в больнице, и им очень помогла взаимная поддержка в этой чужой среде. Команда знала, насколько важно, чтобы эти детеныши выросли под присмотром мамы совы. Поэтому они связались с птичьим приютом, чтобы вместе найти им дом. Важность мамы совы в жизни детенышей была объяснена доктором Приопотель, который говорит, что детеныши ухаживают и кормятся до двух месяцев. Отец заботится о детенышах, пока они не научатся летать. Поэтому доктор просит, чтобы, если кто-то найдет детенышей совы, они не удаляли их из гнезда, пока не будут уверены, что родители не рядом.